Тему конкурса «Культура во мне и я в культуре», открытую рыцарями Ленинского района, продолжили девушки. В финале творческого состязания для старшеклассниц «Видновчанка-2014» участницы не только рассказывали о себе, но и представили в образах великих женщин. Каких героин для подражания выбрали финалистки и кому досталась лента победительницы в нашем следующем сюжете. Районный конкурс «Старшеклассниц-Видновчанка» в будущем году отметит 20-летний юбилей. Это говорит о том, что творческое состязание интересно, увлекательно и любимо школьниками. В этом году в конкурсе приняли участие около 200 девушек. Из 15 участниц отборочного тура только пятерым удалось выйти в финал. Пытываю, конечно, волнение, потому что шла к этому очень долго и очень нервов много истратила, и всем девочкам я желаю удачи. Сначала визитная карточка, рассказ о себе, своих увлечениях, танце, музыка, спорт, о самом дорогом и о мечтах. Екатерина Тандра очень хочет путешествовать. Особенно ее привлекает Корея, поэтому девушка изучает корейский язык. Связующей нитью всех выступлений первого этапа стали дружба, любовь к родным людям и малой родине. Я бы хотел, чтобы у нас все наши девушки, все наши выпускницы наших классов были бы достойными видновчанками. Вот как участницы, как финалисты этого конкурса. Но в большинстве своем все такие есть. И это здорово. Следующий этап – традиционное состязание рукодельниц. На этот раз финалистки мастерили украшения и одновременно отвечали на непростые вопросы ведущих. Как вести себя с ребенком, который капризничает. Как объяснить младшей сестре, что врать нехорошо. Завершающий тур финала – домашнее задание о эти великие женщины. Задание сложно, ведь здесь нужно было раскрыть образ героини, которую представляли участницы. Лада Пахомова выбрала несравненную Людмилу Гурченко, которая очень близка и по характеру. Я выбрала, потому что, не потому что я ее просто люблю. Я думаю, что она не только очень замечательная, сильная актриса, но она еще очень интересный человек. У нее была потрясающая сила воли. Ведь пробиться из Харькова в Москву и завоевать такую популярность и любовь зрителей, я думаю, она достойна внимания на сегодняшней сцене. В этот день девушки блистали на сцене в образах Майи Кристалинской, Клары Румяновой, Марии Башкирцевой, Аллы Пугачевой. Девочки очень способные, почти ровно все идут. Все равно находятся те, которые немножко сильнее. Самой сильной, артистичной, обаятельной, изящной по итогам всех творческих состязаний стала Юлия Шумилова, ученица Видновской школы номер 9. Ей достались ленты и корона-победительницы и подарок главы района. Я не верила до последнего. Мне все говорили, что после последнего конкурса. Я говорила, что нет, там были девочки достойнее, чем я. И я не знаю, у меня просто нет слов. Безусловно, этот успех не только Юлии, а ее друзей, учителей и родных, которые помогали девушке следовать за мечтой и реализовать ее. Они разделили с ней радость победы.